Анастасия Спасибо огромное, что меня позвали, мне тоже очень приятно Спасибо Замечательная атмосфера Я никогда не думал, что я напишу какую-то книгу, тем более про еду, потому что я в принципе на кухне ненавидел находиться Потому что мне не нравилась грязь, которая появляется Мне казалось, что невозможно ничего приготовить, я даже в это не верил И в какой-то момент я ровно год назад в это же время, в январе, у меня был достаточно депрессивный период в жизни Чтобы немножечко как-то себя развеять, я решил попробовать приготовить по рецептам из классных блогов американцев У него получилось с первого раза, все, что я делал, получалось, ну с какими-то плюс-минус отклонениями И все, и я влюбился в это дело, я стал готовить на канале Пятница в утреннем шоу Это мы видели, это мы знаем И продолжалось это несколько месяцев, в какой-то момент мне пришло письмо на почту Имейл от редактора Оксаны из Эксмо, которая предложила мне подумать о том, чтобы составить вот такую книгу «Завтрак» Я сначала подумал, что ну как, я же не особо ассоциирую с едой Аптумья Решил, что а почему бы и нет? Сейчас мы вернемся к книге, вот расскажите нам, пожалуйста, нам интересно, как выглядит «Завтрак» телеведущего? А «Завтрак» телеведущего чаще всего это какие-то яйца, наверное, скрэмбл дэк или это какой-то сэндвич? Скрэмбл дэк А теперь по-русски? А правда, как это сказать? Скрэмбл так называется? Скрэмбл, знаете, это когда ты делаешь омлет размешанную, скрэмбл как разодранное И, смотрите, вы выливаете его на сковородку и дальше начинаете силиконовой лопаточкой вот так вот, к центру по краям И дальше он у вас как, интересно, а как по-русски? Он так и называется на скрэмбл, знаете, типа в ресторанах тоже самое скрэмбл из двух яиц там с ветчиной, например, да Понятно Это не глазунья, не омлет, а омлет как бы рваный Нечто среднее Ну да, это по сути такой рваный омлет на кусочке скрэмбл, да Или злаки какие-то, знаете, гранола с йогуртом, я очень знаю Эти красивые слова «кино», «гранола» Кино я, кстати, не очень люблю, а «гранола» мне нравится, ну это вкусно, и она везде продаётся, согласитесь Ну да, сейчас есть всё, всё в доступ, если ты живёшь в Москве Это правда, да, или в Ветербурге, или ещё какие-то даже Книги, возвращаясь, как выбирали рецепты? Да, смотрите, я выбирал рецепты, исходя из того, насколько они просты и исходя из того, насколько красиво получается блюдо Сейчас уже этой проблемы практически нет, но когда я, например, начинал проект «Дэнди», такой был давно-давно, это был ресторанный проект Очень давно Вы знаете, у нас была какая-то проблема в городе и вообще в стране с эстетикой еды То есть, готовить у нас хорошо умеют, а вот как-то… Подача, да? Ну, понимаете, да, вот ты едешь в Берлин куда-нибудь, идёшь на завтрак в кафе, да? Ну, вроде всё так просто, авокадо-тос с этим злаковым хлебом и авокадо, ну это выглядит так здорово И я выбирал завтраки, исходя из того, чтобы они ещё и выглядели хорошо Для меня это важно, знаете, как… Вот у меня есть там в конце рецензия главного редактора GQ Грегоранина, где он говорит, что такие завтраки, я ем в своих путешествиях в отелях Вот для меня это большой комплимент, знаете? Очень приятно, конечно Отходя вновь от книги чуть-чуть в другую сторону, возвращаясь к вашей персоне, интересно, как Артём Королёв справляется с грустью? Вот вы говорили, что непростой период в вашей жизни, написали книгу, вот кроме готовки к кулинарии, что-то ещё есть? Вообще грусть, конечно, неприятное чувство, да, наверное, я стараюсь справиться с ним с помощью общения с близкими Я рассказываю им, почему мне грустно, и потому что меня утешили Ну, как все здоровые люди Конечно, куда мы идём? За помощью домой, близким друзьям Обычно это помогает Конечно Следующий вопрос, тоже интересный, на мой взгляд, интересный С кем бы из людей прошлого вы бы хотели встретиться, пообщаться и выпить чашку чая? Вы знаете, наверное, со многими людьми я бы хотел познакомиться Прежде всего с теми, кто сделал какие-то очень важные открытия мировые, с учёными, наверное, мне было бы очень интересно И, конечно, с артистами Мне было бы интересно встретиться с писателями Потому что мне кажется, что их голова это такая необыкновенная кладезь информации и тайн, которые остались вместе с ними И не были рассказаны и показаны миру Поэтому мне, прежде всего, хотелось бы с ними Ну и с политиками, конечно Давайте выделим кого-нибудь одного, там, центрального Из каждой категории То есть политики, писатели, артисты И кого ты ещё назвали? Ну давайте три Вот политики, писатели, артисты Мне бы, наверное, с Николой Теслой хотелось бы пообщаться Ну да, такая знаковая, конечно, персона А писатели? Ну писатели достаточно Ну я бы хотел с Гоголем Очень мне нравится вообще Всё, что с ним связано Я бы хотел пообщаться Мне бы хотелось с каким-нибудь Мональдсом Даже с живущей королевой Елизаветой, например Ну её можно сказать, в принципе, из прошлого Ну да Самый долгоправящий, по-моему, монарх в мире и вообще в истории Много людей интересных А из артистов я бы хотел познакомиться И пообщаться с Дягилевым И Снежинским, например И... да Вот так, спасибо, очень интересно Возвращаясь снова к книге Будут ли какие-то проекты в продолжении про «Завтраки»? Вы знаете, я вам скажу честно Я вам скажу честно Я вложил всю душу сюда Я правда горжусь этой книгой Есть за что, правда Спасибо вам большое, для меня правда это важно Вы знаете, потому что каждую мелочь Я правда, каждую мелочь, которая здесь есть Вот это прям всё от души сделано И сделано нами самими Я не буду говорить, что я придумал все эти рецепты Я их не придумывал Я их брал в блогах Я их чуть-чуть изменял Я где-то что-то добавлял, где-то убирал Но я их в основном переводил Я прошерстил весь интернет Я путешествовал, я видел какие-то блюда Я видел какие-то блюда в кафе Вы понимаете, да? Если то, что я сделал, будет интересно людям И мы это поймём По спросу, по продажам То тогда 100% будут другие книги Если нет, то я думаю, что на этом я закончу Потому что, согласитесь, важно делать то, что людям нужно Конечно А ради чего это делать? Просто ради того, чтобы да Я от себя хочу сказать, что вам комплимент, правда Приятно взять в руки А ещё для читателей, которые сейчас не видят Ну, точнее, видят, но не могут почувствовать Она очень приятная на ощупь А внутри очень простые действительно рецепты Которые в исполнении дома очень, ну, легко сделать Не очень приятно, Аня Спасибо вам большое А как называется этот? Вельвет, да? Или как? Не знаете? Вот не знаю, кстати Надо будет уточнить у редактора Кстати, у нас для вас есть хорошая новость Уважаемые наши подписчики 14 февраля В День всех влюблённых Мы приглашаем всех вас в ТРЦ Европейский Чтобы вы научились готовить завтраки Для своих влюблённых у Артёма Королёва 19.00 мы начинаем Под нашим видео вы сможете найти информацию Подробную о встрече Мы ждём всех вас Где? Да, в Читай-короде В Европейском Приходите обязательно Я очень-очень буду вас ждать Мне кажется, это отличный способ Привести День с того Валентина Приходите в одиночку Приходите с любимыми Я думаю, что мы найдём, чем заняться Спасибо, да Я тоже так думаю А ещё один сюрприз Специально для вас Сейчас мы хотим Разыграть книгу Про завтраки С автографом Артёма Королёва С удовольствием Что нужно сделать для того, чтобы Выиграть эту книгу Вы сможете прочитать Так же под нашим видео И ваше пожелание Вашим читателям Артёма Ой, я хочу пожелать Какие-то, наверное, банальные вещи Но от этого не менее важные Наверное, самые важные Я вам хочу пожелать, чтобы вы были счастливыми Чтобы каждый день, который у вас начинался Приносил необыкновенные эмоции Потому что без эмоций жизнь кажется такой грустной И такой скучной Даже если ничего плохого не происходит Всё равно рутина нас убивает Если у вас и будут какие-то встряски в жизни И небольшие падения То пусть они будут только ради того, чтобы потом был Очень яркий взлёт И вы вот на разнице этих эмоций Чувствовали себя ещё счастливее Ну и, конечно же, желаю вам всем найти что-то, что Какое-то дело Потому что, да, без дела Согласна Без дела мы всё-таки грустим Какое-то дело, которое будет тоже делать вас счастливым Спасибо большое, Артём, за эту увлекательную беседу Спасибо, мне это с вами очень было приятно И мне тоже Встретимся 14 февраля Надеюсь, с вами, уважаемые наши подписчики Мы тоже встретимся 14 февраля В нашем магазине в европейском А это было всё на сегодня Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Пока-пока Пока